Наш выпуск продолжит дайджест новостей ДНР. Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обостряется. 9 марта село Николаевка Тельмановского района дважды подверглось обстрелу со стороны украинских силовиков. Как сообщил глава сельской администрации Виталий Бригида, в результате обстрела был ранен местный житель, частично разрушены семь домов и водонапорная башня. Люди остаются без воды. Обстрел ввелся в течение дня, ну или в течение суток два раза. Я уже говорил об этом, что получил ранение местный житель. Он сейчас находится в Тельманове, ему сделана операция. На данный момент ничего пока ему уже не угрожает. Передо мной находится вот внизу беспилотный аппарат самодельный. Он был вчера здесь сбит. В чем его особенность? То, что он сделан из подручных материалов и второе, то, что он осуществлял корректировку стрельбы. Представители наблюдательной миссии ОБСЕ, Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, МЧС и Министерство обороны ДНР приехали в село Николаевка для осмотра последствий обстрелов. 14 марта стартует третий тур иммунизации детей от полиомиелита в возрасте от 3 месяцев до 6 лет. Прививочная кампания будет проходить в течение 10 дней. Как и в предыдущих двух турах будут использованы сертифицированные полиомиелитные вакцины. В ДНР стартовала пассивная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР. В хозяйствах ДНР начался сев ранних яровых зерновых культур. Яровым ячменем и горохом засеяна первая сотня гектаров. На сегодняшний день среднесуточная температура воздуха составляет более 5 градусов тепла. Такой температурный режим благоприятствует началу вегетации озимых культур, отметили в Минагропроме. По данным ведомства, засеять яровыми планируется около 45 тысяч гектаров. Столько же, сколько и в прошлом году. Под солнечником свыше 50 тысяч, против 39 тысяч гектаров в 2015-м. В Донецк из Российской Федерации доставлено спецоборудование для ДНК-лаборатории. Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Калашников отметил, что первая ДНК-лаборатория в республике начнет работать в течение ближайших двух месяцев. Это самый минимальный комплект необходимого оборудования для проведения ДНК-исследований. В основном это оборудование все российское. На этом минимальном оборудовании наши эксперты будут проводить ДНК-исследования. Первые исследования будут направлены на идентификацию неопознанных граждан, погибших во время боевых действий.